Сейчас вот проезжал, кстати, такую большую речку. Ну или, видимо, речка-то маленькая, а просто запуда какая-то, что ли. Вот. Выглядит как-то необычно. Нет, все-таки, это речка. Я-то сильно не буду спускаться, чуть-чуть, потому что здесь скользко и можно укатиться далеко. А можно и спускаться. Да блин, а что бы не спуститься-то? Попробую сейчас. Все равно экстремалю. Здесь вот даже потечет ручеек. Сейчас везде начнутся воды, гора. Воды тут уже отошли. Ну что я тут увидел? Вот такие виды. Там вдалеке видно какие-то заборчик стоит. Хорошо по такой речке, конечно, сплавляться на лодке. Надо подумать об этом. Я один раз на рахте сплавлялся вот в такой же речке. Может, не по этой же, но вот здесь вот в этой горах. Вот назад было дело. Это было офигительно. Сейчас, я думаю, можно уже на этой, на каяке в одиночку. Потому что рахте там блок большой. Там сколько у нас человек было? Восемь, наверное. А в одиночку вот я еще не сплавлялся ни разу. Это, конечно, идея интересная. Но реки тут полно. Надо подумать об этом. Идея-то есть. Еще, кроме реки, вот здесь вот сразу же я заметил и беседку. В такой погоде они особенно ценны. Поэтому я не примену воспользоваться возможностью немножко отдохнуть. Вроде как бы сухо, но в ней. Смотрю сейчас, не должна крыша протекать. Превосходно. Она сухая. Я прямо сейчас залезу сюда. Уж нижняя часть тела у меня полностью вся промокла. Вот так повесить. Вот так вот. Все. Минутчик, наверное, не знаю, 5-10. Хотя бы посижу, оправлюсь. С видом. Вот. С видом на реку тут у меня жилище временное. Вот. Дальше поеду уже как намечено. Как намечено. Как намечено. Как намечено. Как намечено.